Не важно, насколько классный дорогой смартфон в руках, если он разряжен. Главный смысл этого бутерброда из стекла, стали и научных достижений между ними именно в последних, а вся высокотехнологичная начинка без электричества превращается в высокотехнологичный мусор. Не имеет значения, сколько цветов и пикселей в экране, если он потух. Не важно, сколько гигагерц в процессоре при разряженной батарее, потому что в такой момент смартфон по мощности уступит даже калькулятору. В общем, сегодня разбираемся, как продлить время работы айфона от штатной батарейки, но прежде чем начнем, лайк, подписка, комментарий для продвижения видео. Если разобрать айфон, то окажется, что его аккумулятор не сильно крупнее ломтика нарезного сыра, который есть в ближайшем гипермаркете. И вот этой детали нужно уверенно с утра и до разделся вечером и лег в кровать, питать процессор, способный на миллиарды операций в секунду, и экран с миллионами пикселей. Задача непростая, не всем моделям она под силу, и скажу сразу, если ваш айфон стабильно выключается в 11 дня, то это видео не поможет дотянуть его работу до 11 вечера. Но если регулярно не хватает минут 30 или часа, то ролик стоит посмотреть внимательно, прислушаться к советам, а главное их выполнить. Первое. Один из самых больших потребителей энергии экран, его неправильная настройка исключает любые разговоры про энергоэффективность так же однозначно, как открытые окна зимой исключают тепло. Не стремитесь улучшить отопление, сперва закройте окна. Первым делом идем в раздел «Экран и яркость», «Автоблокировка», ставим 30 секунд. В результате, после полуминуты бездействия, айфон будет автоматически гасить дисплей. Второе. Если айфон с OLED-экраном, включите навсегда темную тему «Настройки», «Экран и яркость», «Оформление» и установите максимально черные обои. В OLED-дисплеях все, что не светится, не расходует энергию. Черный – естественный цвет пикселей в покое. Для получения такого цвета не нужно электричество, поэтому чем больше черных мест будет на экране, тем ниже расход энергии. А если у вас IPS, просто игнорируйте этот совет, он вам не поможет. Третье. Нельзя рассчитывать на хороший результат, делая правильные действия в перемешку с неправильными. Если экран отлично настроен, но при этом он неконтролируемо загорается, превращаясь в фонарик для кармана или сумки, то верить в энергоэффективность неразумнее, чем надеяться похудеть, днем соблюдая строгую диету, а вечером уничтожая половину холодильника. Из-за функции «Поднятие для активации» айфон во время ходьбы, будучи в кармане или в сумке, может ошибочно зажигать экран, расходуя в никуда ценные миллиамперы. Отключается вот так «Настройки», «Экран и яркость», «Поднятие для активации». Кроме того, учтите, что уведомления тоже активируют дисплеи. Например, Twitter способен делать это сотни раз в день. Чтобы отключить, заходим в «Настройки», находим нужную программу, потом «Уведомления на заблокированном экране» или можно включить доставку уведомлений по расписанию. Но еще лучше – отключить уведомления от всех ненужных приложений, от игр, которые жалуются, что полдня в них не заходили, от App Store, в общем стоит провести ревизию. Четвертое. Не выкручивайте яркость на максимум без необходимости. Это потребляет больше заряда, чем кажется. Даже короткое время в таком режиме не только съест неадекватно много процентов, но и повысит температуру смартфона, а это плохо для батареи. Особенно актуален совет «Летом в жару». Паспортный диапазон рабочих температур айфона заканчивается на 35 градусах. Превысить легче, чем съесть зефирину, а последствия будут примерно такие же. Сперва незаметные, но со временем батарею раздует. Отсюда еще две рекомендации. Старайтесь пользоваться смартфоном в местах, где нет жары и без необходимости не включайте айфон на солнце, потому что яркость экрана автоматом выкручивается на максимум. Пятое, отключите True Tone через пункт управления или в настройках в разделе «Экран и яркость». True Tone – штука хорошая, но не обязательная, с ним приятнее, но без него нормально. Вкратце, он учитывает окружающее освещение и корректирует изображение. Когда автономности критически не хватает и выбор между «чуть хуже выглядит» и «выключился», то True Tone надо жертвовать. Шестое, с экраном все, переходим к другим советам. Они не так эффективны каждый по отдельности, но если применить разом, результат будет. Настройки, Safari, расширение, еще расширение и вас перебросит в App Store. Здесь можно скачать блокировщик рекламы, он сэкономит время и заряд при серфинге в интернете, потому что будет блокировать нежелательную рекламу. Седьмое, не используйте звук и вибро одновременно. Настройки, звуки, тактильные сигналы. У айфонов хорошие динамики и отличный Taptic Engine. Шанс пропустить вызов, когда хотя бы одна из этих штук работает, меньше чем у семиклассника не услышать звонок с урока. Восьмое, отключите экранное время. Айфон перестанет контролировать сколько вы им пользовались и расходовать на учет энергию. Девятое, отключите слушать «Привет Сири», иначе айфон постоянно будет анализировать звуки, вылавливая эту самую фразу. Десятое, настройки, универсальный доступ, касание, встряхивание для отмены. Отключаем, и телефон перестает постоянно считывать данные с гироскопа в поисках встряхивания. Одиннадцатое, настройки, конфиденциальность, движение фитнес, фитнес-трекинг, выключаем. Айфон перестанет считать шаги. Двенадцатое, настройки, конфиденциальность службы геолокации, и здесь ограничиваем ненужное. Не всем программам геолокация действительно необходима. Например, во многих играх геолокация требуется незачем, только чтобы показывать владельцу рекламу с учетом положения. Тринадцатое, отключите автообновления программ. Основные, обновления контента. Апдейты прилетают часто, но без них запросто можно жить, если с автономностью беда, вполне можно обновляться дома, через вайфай и на зарядке. Четырнадцатое, в разделе настройки, сотовая связь, запретите доступ к сотовым данным приложениям, которым нет такой необходимости. Например, оффлайн игры, которые будут использовать интернет исключительно для подгрузки рекламы. Пятнадцатое, включить режим энергосбережения. Это в дополнение ко всему урежет мощность процессора. Айфон все еще сможет тянуть стандартные программы и при этом будет расходовать меньше энергии. Шестнадцатое, отключить блютуз и вайфай. Только делайте это через настройки. Вот такое отключение не дает эффекта. Семнадцатое, не пользуйтесь мобильным интернетом без необходимости. При первой же возможности переходите на вайфай, так будет меньше расход энергии. Восемнадцатое, конфиденциальность, аналитика и улучшение, делиться с разработчиками, выключаем. Эппл от этого не пострадает, а вы сэкономите на отмене регулярной отправки массы аналитических данных о вашем смартфоне. Девятнадцатое, настройки, универсальный доступ, движение, уменьшение движения, выключаем. Картинка станет не такой плавной, зато чуть более экономно расходуется заряд. Двадцатое, отключение параллакс эффекта во время установки обоев. Это еще немного продлит время работы. Есть и другие способы повысить автономность, и если это видео понравится зрителям, о них тоже поговорим. А пока помните, главное действовать. Знание — только информация, не дающая результата сама по себе. Будь иначе, спортсмены, например, не изматывали бы себя на тренировках, а просиживали бы штаны за книжками, заедая знания чипсами. Ровно как нельзя стать отличным спринтером, начитавшись в литературе о тренировках, так же не выйдет увеличить время работы просмотром этого ролика. Без выполнения рекомендаций эффекта будет ноль. И еще помните, нет одной настройки, включив или выключив которой автономность резко вырастет. Скорее всего придется скрупулезно выполнить много советов, чтобы ощутить результат. На этом все. Лайк, подписка, комментарий и до встречи на ютубе. Здесь мы обсуждаем айфоны и иногда что-нибудь еще. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok